350 плафонов. Цифра немалая. Именно столько фонарей в данный момент не хватает на набережной Махаджиров. Часть из них перегорела, но большой ущерб нанесли сами люди, те, для кого разбить и сломать смысл жизни. Как бы там не было, проблему решать нужно, но это оказалось не так просто. Плафоны, которые здесь используются, уже сняты с производства, поэтому, чтобы их купить, необходимо для начала найти где. Вся проблема в том, что эти шары старого образца, их уже не выпускают, их практически невозможно уже нигде достать. Поэтому сейчас идет подборка новых шаров, новые шары подбирают под эти старые кронштейны. Кронштейны не будут меняться, поскольку они украшают эти каменные столбы, имеющие архитектурное значение. Все это привело к тому, что Сухумская набережная нынешним летом встречает туристов ночным мраком. Соответствующими впечатлениями гости Абхазии из нее и уедут. В этом году мы очень расстроены, честно, потому что воды на пляже нет, фонари все разбиты, лежаков на центральном пляже нет. И набережная не покрашена, в общем, какой-то упадок. И шприцы есть, и бутылки биты, конечно, не очень приятно. Отсутствие уличного освещения на руку тем, кто ведет асоциальный образ жизни и усложняет работу правоохранительных органов. Освещение – это обязательно, да. Ну, бывает, что часто отсутствует, да. Это усложняет нашу работу. Молодежь, ну как, молодые люди разговаривают, курят, обмениваются новостями и так далее. Все это бывает. Начиная от бывшего кафе Эльбрус, которое сегодня пребывает в ужасающем состоянии и служит местом жительства для столичных бомжей, до самого Маякского поворота фонари не горят вообще. Люди, проживающие на прилегающей к этой части набережной территории, избегают ее по вечерам. Сейчас очень рано темнеет, так как в прошлом году на летнее время мы перешли, и уже в полдевятого уже темно. И когда вот хочешь вечером с ребенком погулять по берегу, освещения нет. Мы живем на Маякском там повороте, и боязно выходить, тем более с ребенком. Там толпы молодых людей сидят, непонятно каких. И если бы только фонари. С набережной бесследно одна за другой исчезают скамейки и урны. В некоторых местах их словно и не было вовсе. А те, что остались, самовольно переставлены в заросли деревьев. Вечером, вернее, хочется посидеть. Даже сесть негде. Вы посмотрите, лавочек практически нет. Осталось там 5-6 штук максимум. И те, которые были, вынесли вот к ресторанам. Негде сидеть. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, в городской администрации решили скамейки прочно фиксировать к земле. В надежде на то, что это поможет. Лавочки сегодня можно увидеть в разных уголках прибрежных парков, в глубине парка. Их уносят, их уже даже ставят на волнорезы. В связи с этим мы планируем фиксировать эти лавочки анкерами, чтобы их невозможно было передвинуть, поднять, перетащить. Как бы там ни было, но факт остается фактом. Лицо столицы, набережная Сухома, встречает туристов неподготовленной. Говорит об этом не только отсутствие освещения, скамеек и урн. Не отличается здешняя территория и чистотой. Мусор и листва под ногами прохожих – еще одна насущная проблема для всех нас. Амелия Сатурян, Науран Кваб, АБЗ-ТВ